И у меня в гостях координатор проекта ОНФ «Интерактивная карта свала генерального уборка» Алексей Бадмаев. Добрый день, Алексей. Вкратце мы уже поняли, что такое проект «Карта свалок», сколько сейчас обращений. В целом, чем этот проект занимается, помимо того, что тачкуют на карте Бурятии несанкционированные свалки? Ну, во-первых, мы отрабатываем все обращения граждан, поступившие на наш интерактивный ресурс «Карта свалок.ру». Во-вторых, общероссийский народный фронт не только пишет запросы и контролирует действия исполнительной власти. Также мы принимаем активное участие, проводим субботники, убираем побережье Байкала, озеро Щучья, «Карта», город Лаван-Деси, Ленгинский район. Там везде мы принимали участие. Парк Жанаева убирали, высадка деревьев занимались. Это все. А в целом этот проект, он для чего? Он для того, чтобы показать масштаб мусорной проблемы, либо именно заставить, понудить органы местного самоуправления убираться? Нет, это, наверное, проект, который был запущен в Год экологии для того, чтобы решить проблемы именно с отходами. При помощи… Мы показали количество мусора и ищем пути решения. То есть карта… Все равно мусор, который располагался на земле уже, да, его надо убирать. Но при помощи нас, исполнительной власти, Минприроды, они видят, как бы пути решения находят. То есть сейчас будет запускаться некий подобно нашему интерактивный ресурс, ГИС нашей природы, где будет не только свалки, там уже будут и незаконные вырубки лесов, и будут там какое-то нарушение в акватории и так далее. Любые природоохранные нарушения там можно будет отметить. Но вернемся к мусору. Вы говорите о том, что для принятия неких, для поиска решений, да, вот этой мусорной проблемы. У нас вообще в Бурятии как-то движется сейчас вот этот процесс по поиску этого решения? Ну да, у нас сейчас в Бурятии разработаны уже территориальные схемы обращения с отходами, так называемые региональные операторы. Бурятия поделены на четыре зоны региональные, которые будут, ну, именно заниматься сбором мусора и его ликвидацией в последующем. А когда запустится этот проект? Ну, вообще, должен был запуститься он 1 января 2017 года, но так как просматривался еще один вариант разработки межрегиональной территориальной схемы, то есть мы должны были с Иркутской областью и за Байкальским краем, по-моему, разработать одну схему обращения с отходами, то есть, ну, грубо говоря, Тункана ближе к Иркутску, она должна была ввести отходы в Иркутск. Но наш Минприроды просчитал логистику и, насколько я знаю, они сказали, что это неэффективно, и каждый регион будет отвечать за свои отходы сам. И сейчас, то есть, этот проект, он уже готов к реализации, либо там есть еще какие-то нюансы, которые требуют доработки? Ну, последний раз я слышал, что логистику всю просчитали, территориальную, самую оптимальную территориальную схему разработали, и я так думаю, что он просто ждет время своего запуска. Я думаю, в этом году он запустится. Я предлагаю подробнее об этом проекте поговорить уже в программе «Актуальная тема», потому что не так много времени у нас в эфире новостей. Хорошо. Спасибо за то, что пришли к нам. Мы тем временем продолжаем выпуск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!